доброе утро замечательное утро ни одного облачка вчера у нас был очень хороший день собрание было общение есть сведения что коронавирус на на плато встал может быть мы пораньше с вами выйдем из своих домов но пока у нас сейчас время вместе со своими семьями и я хочу сказать что мы очень хорошо проходим это время благословит нас господь проходим с божьим терпением с божьей мудрости слава богу и так давайте у нас сегодня очень интересное занятие да вообще господь нас захватил благодать отец наш небесный мы господи голодные и жаждем по твоему слову господь спасибо тебе за то что наш духовный новый человек хочет поглощать больше пищи духовной и пищи твердой господи мы просим тебя продолжая обучать нас из послания к евреям спасибо тебе иисус благодарим тебя за драгоценный израильский народ через которого ты совершил такие удивительные вещи господь и сын божий пришел через семя авраама и семя давидова и спас нас слава тебе благослови эти мысли господи мы просим тебя о помазанном слове во имя иисуса христа намолимся и просим аминь и 11 глава книги послания к евреям мы с вами продолжаем одиннадцатую главу и вы наверное уже запомнили что 11 глава она о героях веры ветхого завета а мы с вами герои веры какого завета нового завета если вы думаете что вы не герой напрасно я герой потому что сегодня встал встал пол седьмого чтобы быть готовым к слову посвящения и так давайте мы с вами в контексте в контексте но с пятнадцатого стиха и если бы они в мыслях имели то отечество из которого вышли это авраам имел в мыслях отечества это ур халдейские своего отца фару дальше израильский народ который вышел из египта имел бы в своих мыслях землю египетскую а не землю обетованную здесь интересное размышление автора послания это то что какие мысли у нас и притчи двадцать третья глава говорит вам пятый шестой стих говорит какие мысли в сердце человека таков и он и это означает о чем я думаю а об отечестве которое мое небесное отечество где пройдет вся моя жизнь вечная жизнь или я не думаю об этом мире а схемах этого мира желая возвратиться обратно то что может очень даже быть и так они стремились к лучшему то есть они оставили это и стремились к лучшему то есть к небесному поэтому и бог не стыдится их называя себя их богом очень интересно называя себя их богом это то что господь называет себя я бог авраама исака и якова аминь я бог авраама исака и якова это и есть значение того что бог не стыдится называя себя их богом и очень интересно подумайте об этом что бог называет себя богом авраама исака и якова конечно он является господом богом неба и земли творцом всей вселенной но во взаимоотношении с людьми он принял решение чтобы называться богом своих людей это очень важно это это невероятное откровение для нас и честь и достоинство нашей жизнь нашей жизни с вами что мы видим что господь является нашим богом и так он достигит не стыдится их называя себя их богом ибо он приготовил им город и мы с вами говорили об этом городе это небесный иерусалим есть земной иерусалим есть небесный иерусалим и значит как земной иерусалим важен так и более важен небесный иерусалим земной иерусалим дело рук человеческих небесный иерусалим дело рук божьих и дела рук его всегда будет слава и красота и праведность его пребывает вовек 17 стих верою авраам будучи искушаем принес в жертву исак давайте-ка мы здесь остановимся надолго верую авраам будучи искушаем слово искушаем значит здесь пейрадзо и так есть два слова в отношении в отношении верующего это докимадзо это испытание к продвижению веры испытания веры и также пейрадзо это значит искушение искушение зло мы видим с вами здесь что здесь употребляется слово пейрадзо но запомните именно вот это вот вот это вот толкование которое мы сегодня вам скажем что здесь что из испытания авраама было настолько велико что это было нечто пограничное между докимадзо просто испытанием и пейрадзо испытанием значит сверх испытанием испытанием зло искушением и мы видим с вами здесь два принципа очень важных слушайте внимательно сейчас мы прочтем и скажем эти два принципа и так верую авраам будучи искушаем принес в жертву исака принес ли он жертву нет не принес но положил ли он своего сына исака на дрова чтобы принести в жертву да положил и так принес в жертву исака имея и имея обетование принес единородного каждое слово важно каждое слово важно верою авраам будучи искушаем сильнейшее было искушение испытания принес в жертву исака имея обетование принес единородного мы с вами вспоминаю историю об аврааме как он долго ждал сына обещанного и значит мы должны с вами понимать что есть сын плоти есть сын обетования и этот сын обетования назван здесь невероятно единородным это тоже слово моно дженесис или моногенесис то же слово употребляется в отношении иисуса христа и посла у своего сына какого единородного единородного пастор шибели очень так всегда развертывает это значение это единственного одного именно того самого значит и имеющего точно такую же природу природу божия аминь мы видим с вами здесь два принципа первый принцип это никогда но давайте немного история и так авраам ждал своего обещанного сына обетования 99 лет на сотый год он получил его и вы можете себе представить насколько авраам был занят своим сыном который родился и уделял ему очень много времени а в принципе это значит обычная вещь и как он любил его но вы знаете первый принцип это слово для нас а для нашего слова посвящения сегодня очень важный что никогда дающий не является меньшим того чего он дает аминь вы понимаете это дающий всегда больше того что он дает еще раз я могу хочу сказать дающий всегда должен оставаться оставаться значит в наших сердцах больше чем то что он нам дает и это очень важно почему потому что здесь когда мы видим что авраама родился родился сын обетования он настолько был занят своим сыном исааком что мы с вами не видим никакого общения авраама с богом в течение всех вот этих лет возрастания исаака до 12 лет и мы с вами видим что господь как бы тот который дал исаака значит он был отодвинут в сторону и исаак стал бы стал таким великим для авраама и потом господь решает поставить все на свои места и также дать аврааму удивительное обетование и это второй пункт аминь итак никогда не ставьте то что бог дает вам выше самого бога вы со мной всегда всегда отодвигайте значит почитайте дающего выше того что он дает вы знаете мы с вами люди мы можем молиться и просить у бога определенные вещи и можем молиться и 10 и 15 лет и 20 лет и когда господь нам дает что-то по своей благодати значит мы начинаем посвящать этому намного больше времени чем тому который дал нам то что мы у него просили будьте осторожны с этим не унижайте дающего в отношении того что он нам с вами дает дающий всегда больше всего христос всегда больше всего знаете иногда есть в церковном движении такая выраженный наклон на значит на дары или харизма да харизма это дары в церкви значит нужно сказать здесь пояснить здесь следующее что никогда что дары дает господь он дал дары телу христа для того чтобы тело было созидаемо но никогда дары не стоят выше того кто дал эти дары аминь всегда дающий должен оставаться на высоте всегда он должен оставаться на первом месте в нашей жизни будьте осторожны с этим наша человеческая натура возвеличивать нечто что значит мы ждали очень долго и господь наконец-то дал нам и господь может в этом случае когда он заметит что то что он дал нам занимает больше времени чем взаимоотношения с ним он может провести нас через испытания и это испытание может быть очень серьезным как мы здесь видим в отношении авраама и в 22 главе книги бытие amram говорит о господь говорит аврааму значит возьми сына твоего единственного твоего здесь мы видим с вами единородного это очень значимый аспект в авторах к с Enlight습니다 второго пункта которого сейчас сегодня с вами с вами рассмотрим итак возьми сына твоего единственного твоего пойди принеси мне его в жертву точка На горе моря. Точка. И тут мы видим с вами, что Авраам, будучи человеком веры, совершил действие веры. Кстати, хочу сказать нам всем сегодня утром, что это было действие спасительной веры, которую Авраам поверил в 15 главе книги Бытия. Аминь. Здесь мы должны четко и ясно понимать, что когда мы с вами поверили в Иисуса Христа, это была спасительная вера, и мы с вами были спасены. А после этого Господь производит уже в нас, в спасенных людях, свои дела веры Духом Святым. Вам понятно это? И здесь мы видим с вами, я поясняю это вам для того, чтобы вы четко понимали Якова вторую главу, там говорится про Авраама. Авраам был оправдан не делами, Авраам был оправдан верой. Но потом эта вера, которая стала уже действовать в нем, это значит Божья вера, в него жизни стали появляться дела веры. И одним из дел веры, это был вот этот отклик на испытание от Бога принести в жертву своего Сына Единородного. То же слово используется как в отношении Иисуса Христа. Мы можем сказать, да, Господи, но ведь у Авраама был другой сын, правильно, да? Измаил, и Господь говорит, слушай меня внимательно, меня интересует сын обетования, меня не интересует, значит, хождение по плоти, по видению, меня интересует сын обетования, именно его я, значит, почитаю, я воспринимаю как сын обетования и говорю, что Авраама, именно этот сын является единородным. И, кстати, в этой истории это слово имеет очень большое назначение, потому что оно точности указывает на Иисуса Христа. Давайте мы дальше прочтем. Итак, принес единородного, 18 стих, о котором было сказано, в Исааки наречется тебе семя. Итак, Авраам стал перед выбором. С одной стороны, с одной стороны, Господь ему сказал, значит, родится у тебя сын обетования, и что? И в нем, то есть в Исааке, наречется тебе семя, или иначе говоря, что через Исаака я произведу народ. И в семье твоем благословятся все племена земные. Мы с вами видим, что Авраам встал перед выбором. С одной стороны, Господь обещал через Исаака, значит, благословить и дать ему произвести от него народ. А сейчас он просит меня принести в жертву моего сына. Я представляю, даже я представить себе не могу, насколько были его размышления, просто мы можем немного поразмышлять над этим. Итак, с одной стороны, вот мой сын Исаак, и Господь обещал, что через него он произведет народ, и в нем наречется семя. А с другой стороны, он говорит мне принести его в жертву. И здесь мы с вами видим, опять-таки, что этого описания состояния Авраама не написано во 22 главе книги Бытие, но здесь мы видим с вами, что Господь открывает внутренние размышления Авраама. И смотрите, что он думает. Итак, 18 стих. Ибо он думал, вот что он думал, когда он шел на гору моря, вот что он думал, когда он возлагал на жертвенник своего сына, вот что он думал, и это очень важно. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить Исаак. Аминь, вы со мной. В его сердце была уверенность в том, что даже если он принесет Исаака в жертву, я имею ввиду, это состоится, и смерть Исаака наступит. Все равно обетование, которое было дано Богом, оно не отменяется даже смертью. Понимаете, да? Господь Авраам, принося Исаака в жертву, и когда он поднял нож, в его сердце были вот эти мысли, что если даже я принесу его сейчас в жертву, то Господь все равно исполнит эти обетования. А единственный способ, как исполнить эти все обетования, это что? Воскресить сына Исаака после того, как я его убью. Аминь, вы понимаете, да? И это абсолютно точная картина. Слово в предзнаменование, давайте мы с вами прочтем. 19 стих. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему? И получил его, то есть Исаака, в предзнаменование. Слово в предзнаменование, очень интересное слово. Здесь говорится о том, что точно так же единородный Сын Божий. Слушайте внимательно. Когда мы читаем Ветхий Завет, и мы читаем все эти огромное количество обетований о Мессии, что придет, значит, помазанник, придет и восстановит Израильское царство, и он победит всех своих врагов. Столько обетований было дано в отношении Мессии, и поэтому даже не было никакого вопроса, что он должен быть воскрешен из мертвых. Вы понимаете связь эту или нет? Например, здесь говорится, Господь дает обетование, что в Исаакии наречется тебе семя. Аминь. И если даже ты принесешь его в жертву, обетование все равно будет исполнено. И на Иисусе Христе столько много обетований в Писании основано, что, значит, когда он умер на кресте, однозначно, однозначно должно быть его воскресение. Почему? Потому что обетования будут исполнены. Вы понимаете вот эту мессию? Они, смерть не сможет, она не сможет отменить обетования, которые были даны. И поэтому воскресение Иисуса Христа это абсолютно закономерный факт для того, чтобы эти обетования, которые были даны, они были исполнены на воскресшем Иисусе Христе. Аминь. Здесь написано, что Исаак является предзнаменованием. Это образ грядущего Мессии и Иисуса Христа, который должен был принести в жертву себя самого и потом воскреснуть на третий день. И он является гарантом исполнения всех обетований. Это понятно? Аминь. Дальше идем. Это второй пункт был, я имею ввиду, второй принцип. Первый принцип, это значит, тот, кто дает никогда не ниже того, чего он дает. А второй принцип, это единородный Сын Божий Иисус Христос был заклан за нас. Аминь. И был воскрешен, чтобы исполнить обетования, которые были даны. Далее идем. Двадцатый стих. Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Здесь Иаков идет первым, потому что он был благословен как... Но мы понимаем эту историю, там такая, как бы сказать, интересное событие произошло, вы можете сами его почитать. Но Иаков был благословен первым в соответствии со Словом Божьим, который сказал Господь, что меньше будет господствовать над большим. Двадцать первый стих. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Хочу сказать, вы что-нибудь поняли? Поклонился наверх жезла своего. Верою Иаков благословил сыновей Иосифа. Вспомните эту картину. Вспомните эту картину. Это сорок девятая глава. Нет, это сорок восьмая глава книги Бытия. Иаков стар. Иосиф подводит ему своих двух сыновей. А кто первенец был у Иосифа? Вы помните? Кто первенец был? Монасия, да? А второй? Ефрем. Что означает... Ну давайте мы с вами освежим это. Почему нет? Книга Бытие. Сорок восьмая, по-моему, была. Сорок восьмая. Да, сорок восьмая глава. Десятый стих. Глаза же Израилевы притупились от старости. Не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему. То есть своих сыновей. Подвел их к нему. И он поцеловал их. И обнял их. И сказал Израиле Иосифу. Не надеялся я видеть твое лицо. Но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его. И поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих. Ефрема по правую. Свою руку против левой Израиля. А если... Короче, значит левая рука Израиля была на Ефреме. Это второй сын Иосифа. А правая рука была на ком? Итак, взял Иосиф обоих Ефрема в правую руку свою против левой Израиля. Аманасию в левую против правой Израиля. И подвел к нему. Иосиф из-за того, что отец его видел, ну очень слабо уже видел, он взял и поставил правильно первенца к правой руке своего отца Якова. А второго Ефрема с левой стороны в отношении своего отца Якова. Правильно он сделал. Потому что первенец должен получить благословение первой. Но мы видим с вами здесь нечто особенное. Давайте мы с вами посмотрим. И это делает, значит, Яков. И он не ошибается. Давайте дальше. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему. И мы, кстати, впоследствии часто будем встречать, значит, Ефрем, Ефрем, Книга Судей, Ефрем, Ефремова гора. Это колено было очень большое. Итак, положил на голову Ефрему правую руку, хотя сей был меньший. А левую на голову Монасии. Монасия кто был? Первенец. Что означало имя Монасия? Это Бог дал мне забыть все мои скорби. Итак, мы с вами видим, а имя Ефрема что означает? Бог сделал меня плодородным. Аминь. Бог сделал меня плодородным. Итак, мы видим с вами, что Иаков верою ставит, значит, сына Ефрема, которого имя означает, что Бог сделал меня плодородным. Он правую руку на него положил. Аминь. Если так говорить, то, значит, Монасия, это Бог дал мне забыть мои скорби. Вы знаете, скорби никогда не будут выше, чем благословение Господне, чем наше плодородие в Иисусе Христе. Аминь. Вы со мной. И здесь мы с вами видим, что Иосиф и благословил Иосифа и сказал. Итак. 18 стих. И сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велить, но меньше его брат будет, больше его, и от семьи его произойдет многочисленный народ. Аминь. Иосиф говорит, нет, отец, ты неправильно сделал. Вот я подвел к тебе, вот так нужно сделать. И Иаков говорит, нет, скорби никогда не будут выше обетований. Аминь. Скорби никогда не будут. Да, есть время скорби, но обетования всегда больше. Обетования всегда больше. Вечером отворяется плач, а на утро что? А на утро, а на утро радость. И мы с вами заканчиваем сегодняшнее занятие вот этим стихом. Вернемся в послание к евреям, 11 главу. И мы видим с вами здесь, что он поклонился наверх жезла. Давайте еще раз прочитаем 21 стих. Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Вы знаете, просто я уверен, что в отношении этого местописания много комментариев. А кто-то совсем не хочет комментировать. Почему? Потому что неизвестно, что это означает. Поклонился наверх жезла своего. Слово поклонился проскунео. Это как поклонение Богу. И поэтому, ага, интересно, Иаков поклонился наверх своего жезла. Что бы это означало? Значит, размышляя над этой ситуацией, над этой историей, я могу сказать следующие слова. Что это воспоминание Иакова о том, что он был ослаблен при встрече с Богом в 32 главе книги Бытие. Вы помните, когда Иаков боролся, некто пришел его, когда он находился в невероятном отчаянии в отношении Исава, в которой 400 человек выдвинулся мужчин на встречу ему, он очень сильно боялся и там разделил свою семью, чтобы, значит, хоть кто-то остался в живых. Потому что он помнил, как они с Исавом расстались, и он очень сильно боялся. И он остался один, и ночевал. И там говорится, что, значит, пришел некто, и Иаков стал бороться с ним. С Богом бороться, ну, я не думаю, сколько раундов там мы продержимся, это просто глупо. С Богом мы Бога не сможем победить. И здесь мы видим с вами, значит, вот эту борьбу, что Иаков пытался всячески вырваться из объятий Бога, который хотел его утешить перед этой встречей и сказать определенные слова. Вы сталкивались с таким, что вы хотите кого-то утешить, а он в своей скорби вырывается из ваших рук. Вы хотите, да ладно, а он не-не-не-не. Вы, да, не-не-не-не, не-не-не. Скорее всего, это было так. И когда мы с вами, и когда Господь, как бы сказать, отчаялся уже, чтобы его обнять и говорит, все, я пошел. Значит, Иаков тогда увидел и понял, что это Господь пришел, чтобы ободрить его, утешить его. И он сказал, ухватился за него, и тот говорит, отпусти меня. Иаков говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И мы с вами видим, что эта встреча, и, конечно же, там было изменено имя Иакова на Израиле. И мы видим с вами, что эта встреча была ознаменована тем, что Господь ослабил его, он коснулся состава бедра. И Иаков стал хромать. И он, когда он стал хромать, то он опирался на что? Он опирался наверх своего жезла. Аминь, вы со мной. Когда он ходил, он опирался наверх своего жезла. И это всегда напоминало ему о той встрече, которая произошла между ним и Богом. И когда Господь назвал его совершенно другим именем. Аминь. Именем Израиля. То есть это тот, кто одерживает победу с Богом. Или воинствует вместе с Богом. Не против Бога, а что? А вместе с Богом. И опираясь всю свою жизнь после этой встречи наверх жезла, хромая на свое правое бедро, значит Иаков в сердце и в размышлениях Иакова это всегда было напоминанием того, что у него новое имя и он новое творение. И сила его не в его пронырливости и способности как-то все устроить и знаете, вот это все хитростью своей там что-то получить. Нет. Он получил следующее. Получил ослабление своей плоти. Стал опираться наверх жезла. И здесь мы с вами видим, что он и по смерти своей вспоминает Бога, который встретил его, ослабил его, но в то же самое время сделал его сильным. Аминь. И он поклонился Богу, который дал ему опираться на него, на Христа. Аминь. Благословит вас Господь. Увидимся завтра.